друзья всем привет меня зовут наталья носова и я отвечаю на ваши вопросы по традиции сегодня я отвечу на вопрос а не 8 лет мама мне говорила что есть большая панда и малая панда но они не родственники какая из них настоящая какая фальшивая ну что же давайте попробуем разобраться с моей точки зрения обе панда настоящие но наверное самая настоящая так которая первая получила это имя и так мы знаем что есть большая панда есть малая панда и они в целом не очень-то друг на друга внешне походят если большая панда она черно-белая она действительно большая у нее короткий хвост то малая панда это очень яркое животное у нее очень яркий красно-коричневый мех забавная маска такая на морде светлая и длинный очень пушистый полосатый хвост на самом деле эти животные не так давно стали известны европейской науки поэтому и возникла с их названиями некоторая путаница но вот давайте попробуем разобраться можно сказать совершенно точно что самая настоящая из всех панда это все-таки малая панда потому что она первая получила это имя панда была представьте себе европейцам неизвестно до 1821 года в 1821 году банду малую панду открыл английский натуралист и по совместительству генерал томас хардвиг он в колониях английских собирал материал различных живых организмах которые там обитают но вот описал для науки это животное другой человек описал ее в 1825 году фредерик кювье это брат того самого жоржа кювье очень хорошо всем известного пожалуй одного из наиболее известных французских натуралистов с этим животным долгое время существовала путаница кому же его отнести с точки зрения систематики долгое время это животное все-таки относили к енотовым из-за внешнего сходства но оказалось что малая панда особенная она относится к семейству айлурида и это семейство входит в кладу куницеобразных куда помимо пандовых входят также и несколько других семейств хищных млекопитающих такие например как куньи скунсовые и енотовые это панда известно науки с 1825 года значит именно малую панду или красная панда мы точно можем назвать самый-самый правильный что же касается большой панды то здесь тоже произошла интересная история представьте себе что науке эта панда была неизвестна до 1869 года и мы узнали об этом животном благодаря довольно известному человеку миссионеру ботанику и зоологу которого звали арман давид кстати говоря именно этот человек привез когда-то в европу и великобританию олени давида это животное которое продолжает жить на нашей земле но исключительно путем разведения животного в неволе и выпуск на какие-то территории родина олени давида также как и родина панды это китай ну про олени давида это отдельная история об этом мы расскажем как-нибудь потом и так когда роман давид в 1869 году описал большую панду он отнес ее к медведям назвал ее урсус то есть медведь но буквально через год французский ученый альфонс милен эдвардс усомнился в том что большая панда относится к медведям и решил что большая панда это родственник малой панды и переименовал ее была она урсус милана леука а стала айлуропода милана леука то есть похожая на панду и так большая и малая панда оказывается действительно принадлежат к разным абсолютно семейством и с большой пандой тоже были самые разнообразные сомнения все-таки куда ее отнести но сейчас после того как ученые провели молекулярно генетические исследования все-таки никакого сомнения нет что большая панда это настоящий медведь но между тем все-таки почему же такая путаница возникла и почему этих животных каким-то образом пытались объединить хотя вроде бы они внешне довольно сильно друг от друга отличаются у этих животных есть некоторые черты которые их объединяют но во-первых начнем с их распространения большая панда обитает сегодня исключительно на территории китая мало того она официально объявлена драгоценностью китая и все в мире панды которые живут в зоопарках по всему миру является собственностью китая живут большие панды в бамбуковых горных лесах что естественно потому что бамбук это их основной пищевой объем что же касается малой панды то она также живет на территории китая но ее область распространения немножко шире она встречается помимо китая также в некоторых других странах например в индии непали и бутане то есть у них принципе область распространения достаточно близка что еще общего и малая панда и большая панда любители бамбука если у большой панды бамбук составляет примерно девяносто девять процентов ее рациону то есть она питается практически исключительно бамбуком то у малой панды этот процент немножко меньше составляет около девяносто четырех процентов рациона на самом деле питание бамбуков для животного которое относится к хищным или питающим это не такая простая задача поскольку у растительноядных животных совершенно иначе устроен пищеварительный тракт у них очень длинный кишечник у них большая слепая кишка у них множество симбионтов которые позволяют им расщеплять целлюлозу но вот у хищных животных кишечник короткий и нет таких адаптации к питанию растительной пищей а питаются панды и листьями и стеблями бамбука добыть достаточное количество питательных веществ не очень-то просто поэтому животному приходится очень много времени тратить на еду большие панды тратят на еду не меньше 14 часов в сутки и при этом крупные самцы например могут едать за день до 30 килограмм бамбука правда усваивается у них примерно 17 процентов веществ питательных из вот такой вот не совсем наверное удачной пищи процент усвоения у малой панды немножко выше то есть ее пищеварительная система работает в этом смысле более эффективно она усваивает порядка 3 питательных веществ из вот такой вот не слишком-то питательный подходящий хищному млекопитающему пищи помимо бамбука конечно эти животные используют и некоторые другие дополнительные источники питания они могут питаться плодами они могут питаться какими-то луковицами или клубнями они также иногда едят различную пищу животного происхождения например птичьи яйца различных мелких позвоночных животных которых могут поймать насекомых их личинки иногда могут есть падаль то есть вот конечно белок необходим и получить достаточное количество белка исключительно питаясь бамбуком довольно проблематично и так мы видим что в рационе тоже эти животные друг на другу очень сильно похожи но есть и еще одна черта которая их объединяет поскольку животные эти питаются бамбуком то у них своеобразно устроены передние конечности им нужно в своих лапах удерживать стебли бамбука чтобы каким-то образом ими манипулировать и у этих животных и у большой и малой панды есть так называемый шестой палец что это такое это конечно не настоящий палец это видоизмененная кость запястья так называемая всесамовидная кость которая обычно скрыта между связками и мышцами и ее не видно она обычно очень маленькая а у больших и малых панды эта кость разрастается и действительно она становится похожей на противопоставленный палец вот как у нас противопоставлен большой палец вот примерно также противопоставлен шестой палец у панды и при помощи этого шестого пальца и малая большая панда могут очень ловко удерживать даже тонкие побеги бамбука для того чтобы их есть и это вот один из таких ярких примеров конвергентной эволюции то есть эти животные неродственные да когда-то был общий предок порядка 40 миллионов лет назад поскольку и те и другие хищные млекопитающие но тем не менее все таки это было довольно давно и вот эта черта которая возникла благодаря особой диете и у малой и большой панды они возникли абсолютно независимо это та самая главная черта которая собственно говоря и навела ученых на мысль что эти животные являются друг другу родственниками хотя это не так и то и другое животное несмотря на то что вы кажется нам очень такими подвижными веселыми да и достаточно интересно за ними наблюдать все-таки поскольку из пищи они получают не слишком много энергии то большую часть времени когда они не едят они отдыхают они спят что в общем естественно панды дрыхнут до полудня задание первое поспи еще мало никто не обещал что будет легко животные и те и другие и малые большие панды это животные которые ведут одиночный образ жизни и как правило встречаются только во время брачного периода и у той и другой панды чаще всего рождается один или два детеныша кстати у большой панды двойни появляется примерно в 50 процентов случаев но в природе выживает как правило только один детеныш один малыш который оказывается более крепким то есть второго мать просто за ним не ухаживает и 2 детеныш панды как правило погибает а у малой панды как раз бывает что даже до четырех детенышей могут появиться на свет и она их вполне может вырастить несмотря на то что детенышей больше еще интересно что именно у большой панды самое маленькое соотношение веса новорожденного детеныша среди плацентарных млекопитающих взрослому детеныш рождается совсем крошечный он весит всего-навсего 100 грамм и это примерно 1 9 сотая от веса взрослой самки у которой он родился это действительно самый-самый низкий показатель среди плацентарных ниже только у сумчатых вот но и те и другие в общем достаточно заботливые матери довольно игривые которые достаточно долго воспитывают своих детей кормят их молоком и конечно играют с ними кстати может быть вы еще не видели мы снимали видео которое посвящено малой или красной панди в котором мы рассказываем о том почему они так любят играть если вы еще не видели обязательно посмотрите ну что ж друзья мои на это пожалуй все а не надеюсь я ответил на твой вопрос если у тебя возникают еще вопросы обязательно непременно пиши их нам в комментариях ну и всем хорошего дня до новых встреч пока